привет меня зовут антон виноградов я вам расскажу и покажу как легко и быстро собирать прототипы с помощью бэм всем привет я вам сегодня буду рассказывать как легко и быстро строить прототипы с помощью бэм как мы это делаем в альфа-банке почему очень важно иметь живой прототип на самых ранних стадиях проекта поехали меня зовут антон виноградов и я работаю в альфа-банке в инновационном опыта разделение в альфа лаборатории я каждый день вижу как рождаются умирают хорошие идеи но самое главное я знаю почему это происходит для того чтобы разобраться давайте рассмотрим процесс как вообще происходит становление любого проекта для того чтобы простить это все будем сегодня говорить о мобильных приложениях но то же самое применимо и к в приложениям без всяких сомнений ну значит для продуктовой команды становление продукта выглядит примерно так у вас в голове рождается нечто потом ты нечто перерастает в какую-то идею вам кажется что это самый классный проект на земле аккоррилляемый порывом вы идете в анализ в анализе вы собираете всех своих респондентов возможно будущих ваших клиентов а пытаетесь выяснить у них нужен ли этот продукт и что-то от них понять потом цифры этого опроса вы превращаете в превращаете в какую-то аналитику и со всеми этими данными идете в проектирование берете берете карандаш бумагу рисуйте свой первый прототип а затем делайте дизайн варфрейм и вообще все потом с этим делом вы идете в бизнес и получаете вопросы примерно похожи на эти для кого этот продукт здесь вы рассказываете то что узнали в анализе все эти опросы и все вместе взято а затем вас спрашивают как это будет работать здесь вы показываете дизайн прототип и вроде все как бы хорошо все все понимают получаете деньги делайте проект но беда в том что так не бывает в чем проблема потенциально на мой взгляд во первых в том что анализ строится на нестоверных данных вы спрашиваете людей о том как они будут относиться к вашему продукту его не имея по факту вы им показываете какие-то картинки и каждый из них по-своему себе представляет как он будет работать кроме того даже вашей команде далеко не все понимают как все будет работать в итоге объяснять на пальцах не так-то хорошо получается кроме того непонятно как будет строиться логика внутри приложения знаете как это бывает вы показываете что с этого экрана на этот а потом он здесь вот это вот выезжает и так далее не ясно потом дизайн абстрактного дизайн продукта строится совершенно отдельно от самого устройства на котором будет работать и теми инструментами которые для этого не предназначены вот например есть кнопка и даже известен ее размер но совершенно не ясно как она будет выглядеть на телефоне каждый день я это вижу потому что прототипы делаю я и дорабатываю продукты тоже я и я подумал что было бы круто с этим что-то сделать и придумал такое вот решение я бы хотел чтобы был прототип живым то есть я бы мог его потыкать пощупать и это можно будет сделать например если на секундочку представить что прототип это в приложение окей далее я бы хотел использовать те компоненты которые уже есть почему бы если мы строим приложение на компонентах нам бы не строить также прототипа я бы хотел чтобы этот прототип можно было сразу пощупать и на устройстве и соответственно если это можно сделать можно понять и логику кроме того я бы хотел чтобы изменения происходили в прототипе real-time если вы показываете респондентом этот продукт и он говорит что ему что-то не нравится в это можете поправить сразу же и увидеть результат и соответственно фидбэк от человека которому вы это показываете соответственно еще немного подумав я решил что все для этого как бы есть во первых в приложении стопудово есть html css я вас крипт безграничны с возможностях поэтому можно сделать все что угодно переиспользуемые компоненты это бэм библиотеки бэм core бэм компоненции наша внутренняя библиотека блоков вполне себе позволяет эти компоненты переиспользовать соки то я нужен будет для того чтобы нам получать изменения real-time гульпом мы будем следить за изменениями файлов и запускать таски для пересборки браузер синг соответственно будет нам эту реакцию показывать окей сказано сделано посмотрим я вам сейчас покажу адрес по которому можно будет сходить с телефона и смотреть как все будут изменения происходить прямо у вас на телефоне я не знаю как отреагирует на много телефонов но по идее должно все хорошо всю магию по серверу нам делать браузер синг если вам видно адрес если не видно наверно не видно теперь видно там есть наверху сейчас еще больше сделан давать тут два адреса один который с айпиш ником этого для внутренней сети то есть те кто сидит на гэс вот если вы зайдете вы увидите что там такое другой адрес это для тех кто сидит на трансляции у них по идее тоже это должно заработать через тоннель он идет на наружный сервер возвращаю-возвращаю но он кто не успел соседа посмотрит я думаю там должна быть пустая страничка и соответственно сейчас мы будем смотреть что будет происходить там вот для того чтобы проверить что все это работает давайте сделаем так у меня соответственно то же самое будет происходить здесь в эмуляторе но этим расскажу про структур в чем суть вообще всего этого есть у нас значит похоже на project стоп структуры проект у него есть два уровня переопределения это уровень самого приложения и common уровень в дизайне common уровень это переопределенные бэм компонентс просто там чуть-чуть дописан стиль и все больше ничего а на при конечно уровне соответственно написано некоторое количество блоков которые нам нужны для построения приложения вот их тут совсем чуть-чуть причем один из них с переменными для стайлса так вот делать мы сегодня будем приложение которое называется яндекс такси мы будем делать его прототип так больше нам структуры не нужно давайте я верну сюда симулятор чтобы если у кого-то что-то не работает у кого-нибудь не работает и и у всех должно работать но чем начнем мы построим базовая структура у нас есть хэдер в котором теоретически если вы помните вот оригинал а у нас должен быть логотип название сервиса и бургер баттон мы сегодня не будем писать блоки и css ничего я вам покажу как имея уже библиотеку строить такие прототипы собственно в этом вся суть давайте запишем нам федер блок city у него там в контенте москва 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 дальше там у нас должен быть блок тайтл в которой мы положим блок line это из библиотечки бэмгрид это вот по тому адресу который показывал лёша там можно посмотреть что это такое это тсс сетки ничего особенного сделаем две колоночки в левую колоночку положим нам нужный блок блок лога и у него есть такая мода специальная сервис и из которой тащится название это у нас такси сегодня соответственно правую часть мы положим бургер батон не вообще нет ничего не контент сохраним и пойдем посмотрим симулятор такую похожую штуку получим почему-то кривую я даже знаю почему еще разочек все поменялось то есть изменение видим реалтайм мы не заходим назад не перезагружаем браузер ничего и это происходит на устройстве продолжим а через тоннель там вероятно даже не вручную придется придется еще подождать если у вас ну окей я вообще не ну проверял через тоннеля это дома поэтому я даже не знаю как вне работает у ректора на трансляции но локально должно работать быстро окей смотрим на оригинал у нас там есть некоторый набор инпутов естественно два инпута про которые откуда и куда и два селекта и еще две кнопки и одна большая глава нас вызову давайте сделаем это все блоки вот эти инпуты и селекты все будем брать из бм компоненции мы это вообще ничего не пишем блока input несколько модификаторов один из них тема с с ну так же есть мода свал там напишем текущий адрес где мы находимся чтобы похоже на правду сохраним посмотрим что получается похоже есть у инпута еще мода про нее тоже сегодня говорили еще на мастер-классе было has clear она нам делает крестик что? очищающий крестик совершенно верно получили что хотели соответственно нам нужно таких инпутов два но чтобы все было красиво мы обернем этот инпут в control group такой специальный блок обычный div в нем еще нам нужен лейбл чтобы знать что туда вводить откуда соответственно сюда мы уже вставим наш блок с инпутом и вот это уже control group мы скопируем здесь заменим соответственно на куда туда сохраняем смотрим получили все поехало но дело все вот в чем я дописал дополнительный модификатор для инпута и он называется хас лейбл он нам выставить стили так чтобы все красивенько получилось ничего никуда не уехало сохраняем смотрим все красиво смотрим на оригинал дальше нам нужно два селекта дальше нам нужно два селекта в и и и и